всем добрый день меня зовут дмитрий рад приветствовать вас на своем канале сегодня я хочу вам рассказать такую область в телематике как мониторинг спецтехники именно примере техники caterpillar это самый лучший экскаватор погрузки который производится используется во всем мире и работают и что можно внедрить для контроля этой техники спецтехника всегда работает на наиболее тяжелых условиях и огромная мощность количество выполняемой работы несут собой множество расходов такие как например тот же самый расход топлива да и простой техники там пять процентов от его рабочего дня тоже причиняет довольно ощутимый расход как и в зарплате так и в переработке так и в ремонте так в расходе топлива особенно с нынешней ценой стоимостью топлива это просто ужас мониторинг транспорта помогает оптимизировать и контролировать работу техники снизить расходы как на топливо так и на техническое обслуживание повысить окупаемость как говорил великий человек там где мы смогли сэкономить там мы заработали создать прозрачную видимую для руководства отчетность и повышение дисциплины сотрудников также повышение уровня безопасности многие такие моменты мы будем реализовывать именно на примере терминалов производства на в телеком это техническая реализация на базе терминала сигнал с 2653 также можно заменить на терминал с 2651 что предлагается у нас в базовой комплектации да это контроль местоположения стоянки простое скорость движения времени работы кроме основных рабочих моментов которые присутствуют почти все сервисы которые есть даже от самых простых мы можем выделить отдельно контроль простое также контроль холостого хода для чего это нужно если например техника стоит и ничего не делает либо техника как бы ездит но по факту на ничего не делает я сталкивался с таким что например техника чистит снег но по факту просто ездит кругами даже просто тупо не чище снег и можно контролировать даже эти моменты что можно было выявить а работала ли сотрудник или просто проехал а также наличие возможности контроля навесного оборудования стоян дверей это как раз про это то есть контролировать Подымал ли и опускал ли водитель ковш, работал ли он как экскаватор, то есть переработать как экскаватор, например, задействовал ли он опоры дополнительные, выводил. Это все можно контролировать с помощью данного терминала. Для повышения безопасности для запуска двигателя и открытия дверей можно внедрить систему доверенных ключей и с помощью сервера контролировать покидание несанкционированной зоны работы, функции электронный забор. Это есть почти на всех серверах терминал и сигнал позволяет удаленно управлять RFID ключами и внедрять функцию авторизации водителя перед работой или поездкой, в том числе и беспроводные ключи БЛЕ. Как работает эта технология? Мы можем сделать на вход, чтобы, например, открыть дверцу, ему нужно приложить ключ авторизированный и дверца разблокируется для открытия. Либо, например, сделать уже, например, внутри кабины водителя какую функцию, что, например, тебе нужно засунуть ключ в держащие устройства. И пока у тебя есть ключ в держащем устройстве RFID считыватель, у тебя работает техника. Если у тебя его нет, то техника через при удобном моменте, когда она не нагружена, она заглохнет. Либо тебе, например, чтобы завести двигатель, нужно приложить ключ и после этого можно ключ убрать уже в карман. То есть, такая также система эта работает и с БЛЕ ключами. БЛЕ ключи это обычные либо Айдейсоны, это Google, либо Айбекон, это Apple, это ключи. Это две одинаковые времена разные, одинаковые технологии, но используют немного разные протоколы. В принципе, работает и так, и так. Использовать их можно для внедрения и так, и так. Дополнительный функционал, который сильно повысит отдачу от техники и ее безопасность. Это первое, это установка каких-то сигнальных режимов работы, контроль ДТП, стиля вождения самого водителя. Контроль скорости при превышении скоростного режима или стиля вождения, например, агрессивного, можно подавать звуковой сигнал. Также можно в кабине установить либо сирену, либо установить зуммер, который будет подавать какие-то сигналы до водителю, если он нарушает стиль вождения. Также монтаж датчиков уровня топлива поможет контролировать заправку и расход топлива с точностью до 1%. Определять сливы и кражи топлива. Некоторым кажется, что эта система не совсем окупается, но в среднем, как показал опыт, кражи топлива и перерасход может происходить от 30 до 50%. Если, например, у вас техника в месяц тратит 200 литров, то посчитайте, что 30% может уходить налево, до 50% может уходить налево. Но в среднем там около 30% возможно сливы и кражи, если у вас идет перерасход по топливу. А если у вас техника, например, как на карьерах работает, где она потребляет примерно до 5-6 тонн в день. Мы сталкивались с самой большой, пока что у нас расход, что техника потребляла 3,5 тонны в день, а на 24 часа в сутки работала. И кража происходила примерно в 800 литров в тот же самый день. А техника работала на протяжении 3 месяцев подряд. То есть у нее такой циклический режим работы. Сами понимаете, насколько это большой убыток, который можно сделать. Также дополнительный функционал это подключение к антшинной технике. Можно получать данные о работе двигателя, его параметрах нагрузки, вести отчетность во время проводить техническое обслуживание. А главное, с помощью сервера, например, ВИАО, можно автоматизировать все эти процессы, как уведомления, так и отчеты по всему автопарку. Также можно внедрить, например, те же самые технические обслуживания, ведение технического обслуживания. По достижению определенных лимитов выработки моточасов или пробега можно делать уведомления о том, что нужно проводить техническое обслуживание. Тем же самым можно еще и контролировать не только самого водителя и его дисциплину, но и контролировать ремонтную службу и контролировать своих менеджеров, которые должны контролировать и следить за состоянием техники. Это очень важно. С помощью беспроводных датчиков было и возможно контроль работы навесного оборудования и режимы работы. Например, угол наклона или сам фактор работы навесным оборудованием. Это я уже говорил ранее. В принципе, это как дополнительная функция, но можно контролировать по-разному все эти моменты. Также у терминалов есть такие преимущества. Это как внешние антенны, позволяет улучшить качество приема передачи данных. Так, SD-карта позволяет надежно сохранять данные вне зоны покрытия сети и потом их успешно выгружать на сервер. Входные линии позволяют контролировать питание внешнего навесного оборудования. При использовании входных линий можно расширить функционал контроля вмешательства в работу техники, открытия технических люков и дверей. Ну и другой функционал, с которым вы можете ознакомиться на сайте производителя. Надеюсь, данное видео вам было полезно. Всех благодарю за внимание, особенно те, кто присылает донаты и помогает развитию канала. Всем удачи, до свидания.